Я не казахстанец, я родился там, в России, в Воронеже. В школу пошел, в пионеры пошел, в комсомол пошел. 22 июня началась война. 5 июля, вот месяц практически прошел, нас комсомольцев, воронежцев, попросили помочь, готовить позиции для отступающих наших войск. Поехали, нас переправили под Смоленск. Это мне было, только что исполнилось 16 лет. Практически мы отошли не так уже далеко. Мы видели, как от десанта немцы садили, но его полностью уничтожили наши. Вы знаете, я до сих пор, себе не могу не поверить, я прошел почти 90 километров без отдыха. Меня поставили охранять вот это ночью, чтобы было сказано так, если шума, предупредить, если что такое, стрелять сразу. И вот тут я первый раз выстрелил. Он стреляет, я стреляю. Не знаю, попали, не попали. С Ленинграда эвакуировался, я выехал. И сказали, езжай домой. И вот когда я в Воронеж вернулся, наши многие уже приехали, а меня нет. Дома отец, мать. Наверное, рассказали обстановку, в которой мы были. А я, значит, примерно через недельку после них я возвратился. Вот так началась для меня война, уже вот в 42-й год. Немцы подошли к Воронежу, и нам пришлось эвакуироваться. То есть как эвакуироваться? Мы выходили, вот что на себя могли взять, вот с этим мы выходили. Нас выгрузили в Джамбуле, и оттуда стали распределять. Ну, а мать, она учительница была, она попросилась, и нас направили в Черную речку. Я прошел почти все сельские работы. Как раз осень, осенние работы, уборка, потом зимние работы, потом посев. 43-го года исполнилось 18 лет, а 13 апреля я получил повестку, и все. И вот отсюда началась моя армия. Она началась в пехотном училище, которое находилось во Фрунзе. В начале августа вышел приказ, Сталина приказ, закрыть наше училище срочно и всех отправить на фронт. Нас отправили на Третий Украинский фронт. Я участвовал уже в боях. У нас была отдельная рота автоматчиков, и нам выпадала не очень легкая работа. Где прорыв? Нашу роту туда, нашу роту туда. Ну и, кроме того, охрана штаба на нас тоже выпадала. В ноябре месяце, во время разведки мы были, втроем мы были. И получилось так, что мы свою задачу выполнили. Прошли туда по местам, по которым, по немецким тылам. А назад стали, когда выходить, запоздали. Расцвело, нас заметили. И получилась такая перестрелка. И в этой перестрелке меня ранили. Вот правый плечевой сустав тут разорвало это. В общем, рука у меня повисла. Власов, Саша, погиб здесь. А Кауров со мной, вот мы выбрались к своим, доложили, что сделали. Ну, у меня это, я в госпитале. Меня все в Казахстану тянуло. Вот, и там я до марта месяца, они меня лечили. Я вернулся домой, в Воронеж. Воронеж был разбит полностью. Вы знаете, я когда, я родился там, вырос там. А когда я приехал, я заблудился в нем. Я искал, как пройти к своему дому. В 10-м я еще не мучился, когда началась война. А тут, ну, куда деваться? Куда-то учиться. Отличность я показал, и они меня с 9-го класса взяли. Я вот кончил Воронежский лесохозяйственный институт, 5 лет учебы. В 48-м году кончил я этот институт. Меня послали работать в Сибирь. Там есть Куйбышевский лесхоз такой был. Вот в этом лесхозе я 3 года проработал, а потом надумал в аспирантуру. И до 53-го года, в 53-м году закончил аспирантуру. Защититься еще не смог, не сумел. И меня направили. Протасов Алексей Николаевич. Вот запрос сделал в Москву. А мы как раз приехали. Мы кончили вот аспирантуру. Ну, куда. И меня, мне направление сюда, в Алма-Ату. В Алма-Ату приехал на кафедру лесных культур. Вот с 53-го года там я и работал сначала ассистентом. Потом в 55-м году защитил диссертацию, стал доцентом. В 78-м году защитил докторскую, стал доктором, потом заведующим кафедрой.